Всем добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы проводим день открытых дверей по профессии биопрограммист, профессиональная разработка на PHP и JavaScript. Приветствую всех, кто присоединился к нам онлайн, и также приветствую тех, кто посмотрит на записи. Меня зовут Белова Ольга, я менеджер по трудоустройству учебного центра «Специалисты». И в начале нашего вебинара я вам расскажу несколько слов о нашем центре. Далее вместе с Александром Потелеевым расскажем... Прошу микрофончики всех отключать. Расскажем вам о том, как планировать и развивать свой карьерный путь веб-разработчику. Пока я рассказываю, если можно, поставьте, пожалуйста, в чат нолик, если вы совсем в IT-сфере, вот просто новичок и совсем ничего не знаете, и только пришли узнать азы. И единичку, если вы уже что-то знаете, может быть, где-то работали или какие-то азы изучили. И двоечку, если вы уже работаете и такой, можно сказать, уже как-то продвинулись в этом направлении. Итак, наш учебный центр «Специалист на рынке образовательных услуг» уже более 29 лет. За это время мы обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего учебного центра России, компьютерного учебного центра России с высоким уровнем качества образования. И за это время мы поняли, что наших выпускников и наших слушателей необходимо поддерживать на их пути карьерного продвижения. И потому разработали такую программу трудоустройства, в которой включили некоторые опции, про которые я сейчас кратко расскажу. Может быть, какие-то из них вас заинтересуют. Итак, первое, что всегда есть в наших курсах, это практика. Много практики, потому что сейчас работодателю, когда вы выходите на рынок труда, теоретические знания не так важны, как ваши умения и навыки. Соответственно, все наши курсы, они практикоориентированные. Второе, такой пункт нашей программы трудоустройства, это выход на рынок труда. Когда вы отучились, получили все необходимые знания, навыки, встает вопрос, как вообще оформить резюме, как сопроводительно оформить, что происходит на рынке труда. И здесь мы выделили целый день и об этом рассказываем на нашем бесплатном курсе. Все ссылочки, мероприятия, о которых я сейчас говорю, я размещу чуть попозже в чат. Для тех, кому данного вебинара недостаточно, я индивидуально провожу консультации по предварительной записи. Ссылочку тоже вам размещу. Также мы ежемесячно организуем для вас специалистов в IT-сфере дни карьеры, на которые приглашаем роботодателей, экспертов. И на вот этот день карьеры, 29 апреля, как раз будет выступать Александр Пантелеев, который сегодня с нами и расскажет о том, как проходить техническое собеседование. И также будут работодатели, которые будут предлагать работу для PHP-разработчиков. Приглашаю вас регулярно в них участвовать, чтобы понимать, что происходит на рынке труда и как-то потихонечку уже присматриваться к этой сфере. Также наши корпоративные заказчики, которые учат у нас своих специалистов, оценили по достоинству, что мы выпускаем отличных специалистов и готовы рассматривать наших выпускников с преимуществом на работу в своей компании. Данные предложения мы публикуем в наших каналах. Можете подписываться, присоединяться к ним и откликаться на эти вакансии. Также эти вакансии приходят вам в рассылке, которые мы вам отправляем на электронную почту. Итак, сейчас я хочу передать слово Александру Пантелееву, ведущему преподавателем центра по курсам PHP и MySQL. Александр, участник российского PHP-сообщества, занимается разработкой веб-приложений более 7 лет. И мы далее обсудим саму профессию веб-разработчика, какие hard, soft skills являются необходимой базой для старта и как развиваться в этой профессии в будущем. Александр, пожалуйста, вам слово. Передаю вам экран. Всем добрый вечер. Ольга, меня видно? То есть экран мой виден? Да, и экран видно, и вас видно. Отлично. Итак, у нас сегодня профессия веб-разработчик. Давайте поговорим о нем. Начнем со знакомства. Тут, правда, я смотрю, от предыдущего преподавателя осталась фотография, но ладно. Надеюсь, меня по видео видно. Итак, меня зовут Пантелеев Александр Петрович. Я веб-разработке более 8 лет. Программируем на большом количестве языков программирования. Штук 5 я точно знаю, может быть, даже больше. Вот, со всеми технологиями, которые популярны, развиваются и которые используются в жизни, я знаком. В том числе я занимаюсь наймом и обучением новых сотрудников. И преподаю специалисты, да. В основном преподаю специалисты я PHP и все, что с ним связано, там, ларовал и так далее. Кстати, ближайший курс PHP мой в Майстонке. Итак, познакомились. Давайте поговорим о том, о том, зачем вообще это все дело изучать. Ну, начнем с того, что все-таки, во-первых, очень много вакансий. И мы постоянно на работе сталкиваемся с дефицитом наймов сотрудников. То есть найти нужного специалиста нелегко. Особенно, если брать мидл-разработчиков. Да, их очень мало. И они все разлетаются, как пирожки. То есть дефицит есть, найти работу легко. В принципе, без JavaScript невозможно разрабатывать юзер-интерфейсы на сайте. То есть и веб-приложениях. По сути дела, ваш сайт будет мертвый, если вы не знаете JavaScript или у вас нет специалиста по JavaScript. Поэтому JavaScript – это прям штука, которая никогда не умрет и будет всегда вечно с нами. PHP тоже очень плотные позиции занимает. И даже в этом году начал небольшой рост в связи с выходом с нового PHP, PHP 8. Более того, на PHP потрясающие фреймворки существуют. Это Laravel и Symfony. Laravel – это вообще топ. Он очень-очень много где используется. Различные CMS на PHP написаны. Это самый знаменитый WordPress. Наш российский аналог – это Bittrex. В общем, работы много для PHP-разработки. И PHP позволяет очень быстро развернуть бэкэнд для приложения. Вообще, да, надо понимать, что наше приложение делится на фронтенд и на бэкэнд. Бэкэнд – это та часть, где вся логика происходит. А фронтенд – это часть, которую видит пользователь. И очень много где действительно бэкэнд делают на PHP. А если брать фронтенд, то тут в Bittrex просто невозможно обойтись. Ну, так устроены браузеры. Если это фронтенд, то это JavaScript. Вот. Очень много проектов, я вам уже сказал. И востребованность очень большая у разработчиков. Более того, очень многие разработчики уехали. И это означает, что вы тоже сможете уехать, если вдруг захотите это сделать. То есть уехать, будучи веб-разработчиком, в другую страну, ближе к морю, солнцу – это легко. Если вы знаете еще английский язык, но это уже не такая проблема, я считаю. Более того, сейчас тенденция идет на наим сотрудников из дома. Ну, то есть работа на дому. Ковид – это дело только подтолкнул вперед. И действительно, сейчас очень много вакансий позволяет вам работать из дома. И это круто, потому что вы можете работать из любого города в России, работать в любой точке мира, по сути дела, даже на зарубежные компании. Так, что еще я должен рассказать? Про PHP и JS я рассказал, дальше хард и софт-скиллы. Ольга, у вас там будет дополнение по вакансиям или, может быть, чему-то еще? Да, я хотела бы тоже сейчас рассказать пару слов про рынок труда. Так, включаю свою презентацию. Видно, да, презентацию мою? Отлично. Что хотелось бы сказать, что в дополнение к вашим словам хочу отметить, что эксперты рынка труда также отмечают, что в ближайшее время просматривается только положительная динамика в цифровой индустрии. И зарплаты айтишников в России в среднем варьируются на входе в профессию от 50 и верхних пределов практически нет. Ну, как бы, ограничимся 250 тысячами рублей в зависимости, конечно, от уровня специалистов. В Москве есть для веб-разработки, но ниже 90 сейчас нет уровня. Ну, я про вход в профессию, когда совсем вот только еще какие-то базовые-базовые знания. Вот. Конечно, искусственный интеллект еще далек от того, чтобы делать работу за веб-разработчиков, и потребность специалистов есть, и вы всегда сможете из этой сферы перейти в какую-то другую нишу технологическую, и будете пользоваться еще большим спросом. PHP входит в число самых востребованных языков программирования, и большая часть популярных CMS написана на этом языке. В 2021 году на рынке точно будут востребованы как фронт-энд, так и бэк-энд-разработчики. И уже сейчас на рынке есть кадровый голод в их отношении, и эксперты прогнозируют, что тенденции к постоянному повышению спроса на их услуги сохранятся. Также это достаточно престижно, так как даже в период коронавируса зарплаты только растут, и в регионах, где уровень зарплат существенно отличается от столичного оплаты, их услуг также выросло и подтягивает уже к московским расценкам. Вот хотела бы уточнить, какие тенденции в данном направлении в связи с тем, что все-таки сейчас люди переходят больше в мобильные версии, и, как бы сказать, с компьютерных устройств уже практически веб-сайты не посещают. Какие тенденции в этой профессии, Александр? Браузер, он и в телефоне браузер, там все одно и то же самое JavaScript на фронте присутствует в любом браузере. Никуда от него не деться, это стандарт. Ну вот язык PHP достаточно прост для изучения, в чем его плюс, и является буквально через несколько месяцев изучения уже можно начинать работать с позиции младшего инженера-программиста. Но это же является и минусом, так как такой короткий период стать квалифицированным специалистом нельзя. И в сферу разработки приходят разработчики, не знающие не таких важных моментов, как объединенно ориентированное программирование, шаблоны проектирования, а значит создающие некачественные приложения, которых трудно поддерживать. Поэтому лучшим решением, конечно, будет обучение по полноценной программе, где под руководством опытных программистов можно научиться не только языку, но и правильному его использованию. Что касается языка, то, с одной стороны, PHP это, конечно, хороший выбор, хороший выбор, такой способ разобраться, научиться делать реальные проекты. С другой стороны, прежде чем изучать PHP, нужно неплохо знать принципы верстки, хотя бы основы JavaScript. Потому что язык позволяет быстро перейти от теории к практике, миновав процессы изучения классических подходов. Поэтому, если у вас за плечами есть хотя бы минимальный опыт на другом языке программирования, тогда вы быстрее будете развиваться и в PHP. Что хотелось бы сказать про вакансии, вакансии, то их достаточно много. Если вы зайдете на работный сайт и наберете в строке «Давиапрограммист», вы увидите, что спрос очень высокий. То есть эта цифра 4906 вакансий, это только по Москве, достаточно высокая для отрасли. И также вы увидите статистику зарплат, которая указывает даже от 75 тысяч рублей в месяц порог входа. И есть некоторая... Вакансий программист – это очень, на самом деле, не самый полный запрос. Там миллионы запросов, что ты и программист, ты и разработчик, JavaScript программист, там вакансий сильно больше. Ну и вот здесь есть некоторая выкладка, да, как будет расти ваша зарплата. В IT-сфере все достаточно прозрачно. Чем больше вы умеете, тем больше вы получаете. Ну что ж, можно сказать, что как-то поговорили немного о профессии. И вот специально по требованию рынка мы разработали данную дипломную программу, чтобы, можно сказать, с нуля и до выхода к трудоустройству подготовить готового специалиста. И по получаемым навыкам, да, входит и дипломная программа. Сейчас Александр нам расскажет. Передаю управление. Да, расскажу, но я еще вначале расскажу все-таки, что нужно знать, чтобы стать разработчиком и найти свою работу. Вот, а еще о небольшом тренде хочу сказать. У нас в последнее время на фуллстеков тренд уходит. Работодатели хотят видеть и чпишники, и жава-скрикизера, да, в одном лице. Вот, потому что это им выгодно, они сокращают, так, и сдержки. У нас сейчас денег чуть-чуть меньше стало, чем было раньше. И очень уверенная тенденция идет на фуллстека. То есть преподататели хотят видеть одновременно человека, который и в PHP, и в жава-скрипте разбирает. Ну, в общем, на бэкэнде и фронтэнде понимает, можно его использовать на таких задачах. Вот, а все-таки компетенции какие бывают? Давайте поговорим, а потом к нашей программе перейдем и расскажем о том, что мы вам можем предложить. Итак, все-таки, хард-скиллы. Какие скиллы нужны на собеседование? Чтобы пройти или что-то, хотя бы работать с вами на эти первые. Обязательно надо понимать, что такое верст. Хотя бы, прям верстать хорошо не обязательно, но основы понимать надо. Разбираться в дивах и в тейблах надо. Создавать юзер-интерфейсы, конечно же, очень важно. То есть, минимальную компонентность жава-скрипта тоже понимать надо. Работать с базой данных обязательно. Особенно, если вы бэкэндер, без базы данных делать нечего. Протокол HTTP – это вообще наши святая святых. Мы с ним, собственно, работаем с утра до вечера, потому что наши сайты находятся в интернете. Все в интернете происходит через протокол HTTP, поэтому мы хотим его понимать. Вопросы по HTTP-протоколу тоже очень значительные. Построение REST для бэкэнда тоже один из очень важных навыков. Без него с сайтом сложно общаться друг с другом. Настраивать сервер – это не так важно, но если вы все-таки бэкэндер и пейс-пиратрабочек, то важно. Ну и, конечно, гид. Гид – это прям минимум, потому что, ну, сейчас я не знаю проекта, который без гида как-то летал или пытался подбираться. Такого не бывает, я такого не видел. Гид – это мастхэд. Софт-стиллы. Хард-стиллы – это не самое важное. На собеседовании HR также будет смотреть на вас, на человека. И если вы все самое худшее свое проявите, вас, конечно, не возьмут. Потому что, ну, по словам HR, они не хотят брать токсичных людей. Пытаются брать людей, которые в команде легко социализируются, могут находить общий язык с другими людьми и, в принципе, усиливать команду, а не работать в одиночестве. Потому что задачи современной веб-разработки требуют именно командного образа взаимодействия. Вот, поэтому поработайте над собой немножко, хотя бы перед собеседованием, поулыбайтесь, будьте приятным человеком. Потому что мы, может быть, и разработчики, но мы от этого не перестаем быть людьми. И софт-скиллы также важны. Даже если вы будете очень крутым по хард-скиллам, если вы будете токсичным человеком, вас никто никогда не найдет. Поэтому об этом забывать тоже не надо. И еще наша работа, она достаточно стрессовая. Поэтому вам надо обладать стрессоустойчивость. Хоть какой. Что еще бы я хотел сказать перед тем, как мы перейдем к нашей программе обучения. Я пока открою ее. У нас есть программа обучения по профессии веб-разработчик. Она разработана так, чтобы вы полностью стали фулл-стеком. Умели все, что надо. И фронт, и бэк, и javascript, и php. Но еще кое-что хочу вам рассказать. Есть один миф. Миф о техническом складе ума для веб-разработки. Это неправда. Абсолютно никакой математики знать не надо, чтобы стать разработчиком. Современная веб-разработка строится на других принципах. На принципах логики, на принципах объектности, на принципах взаимодействия этих объектов. Никакой математики там нет. Математика встречается в вашей веб-разработке, ну, наверное, в 5% случаев из 100. Крайне редко. И то она достаточно простая. Все это можно сделать. То есть, если вы не математик, не волнуйтесь. Для того, чтобы стать веб-разработчиком, это не обязательно. Более того, наверное, успех быстрее достигнут те люди, которые любили собирать кубики лего. Возможно, любили рисовать в детстве или что-то лепить из пластилина и так далее. Мне кажется, это прям вот закладывает нужный бэграунд для современного веб-разработчика. В общем, миф про технический вклад ума – это действительно миф. Это не обязательно. Это придумали дядьки из 70-х. Такого больше нет. Так, наша программа. Ну, допустим, она с 15 мая начинается. Она рассчитана на 6 месяцев. Потому что быстрее вас можно просто загрузить количеством знаний, и мозги взорвутся. Поэтому мы ее растянули на 6 месяцев. Это минимум. И за эти 6 месяцев мы планируем пройти самое важное. Именно разобраться с верткой раз навсегда. Это HTML и CSS. Полностью с JavaScript разобраться, научиться свои UI-компоненты делать и оживлять наш сайт. Дальше идет бэковая часть. Потому что для работы PHP нам надо понимать, что такое сервер Nginx и Apache, как их настраивать, а также как работать с MySQL. Поэтому это все здесь имеется. Потом три мощных курса по PHP. Где полностью весь современный PHP. Обратите внимание, здесь мы PHP 8 уже проходим. Это новая версия языка. Недавно вышла. Проходим объектно-ориентированную разработку, что тоже очень важно. Потому что PHP на сегодняшний день полностью объектно-ориентированный язык. И учимся даже создавать сервисы в самом конце, что действительно классно. Ну и, конечно же, гид. Без гида никуда. Итоговая консультация. И пошли работа после этого. Вот такая у нас программа. Она рассчитана на 300 часов. Мы ее постоянно обновляем, поэтому 100% в этой программе будет все самое новое и свежее. То есть не получится так, что вы что-то пришли, изучили, а это уже давно-давно не актуально. Это не так. Мы действительно даем те навыки, которые нужны, чтобы взяли вас на работу. Более того, лично я преподаватель, который в первую очередь не преподаватель. Да, я все-таки работаю, я настоящий программист, я работаю в банке с утра до вечера. И в свободное время преподаю специалисты. Мне нравится преподавать, какими-то знаниями делиться. Поэтому я, конечно, рассказываю все так, как оно есть в жизни. Как мы это делаем, то и говорю. У нас обучение может проходить в разных форматах. В формате вебинара, в формате вочном или смешанном формате. И более того, у нас удобный график занятий. Действительно, по веб-разработке график занятий очень удобный. То есть можно заниматься раз в неделю, это по выходным. Три раза или пять раз в неделю. То есть можно подобрать удобный для себя график занятий. Если вам надо быстро, пять раз в неделю, без проблем, заканчиваем за три месяца с программой. Если время есть и хочется получше все узнать, то, наверное, оптимальный вариант три раза в неделю. Если же вы работаете и вы бы хотели все как-то развиваться, то воскресенье для вас подходит максимально. Занятие тоже варьируется от трех до восьми часов. Более того, всю домашку мы проверяем. Ну, я точно на себя могу ответить. Всю домашку я проверяю, я задаю. Все, что мне присылают, я рассматриваю, даю комментарии. Ну, про очный вебинар мы уже рассказали. И если у вас какие-то проблемы с техникой, вы можете приходить всегда к нам, мощно заниматься, у нас вся техника в классе есть. Ну, конечно, мне кажется, в наше время это уже не сильно актуально. У всех есть компьютер. Но, тем не менее, у вас может быть слабый интернет или что-то еще. Очные занятия вам в этом случае максимально подойдут. Да и вообще, в принципе, очные занятия, они более, так сказать, вовлеченные. Вы общаетесь вживую с коллегами. Это очень здорово. Вы можете что-то обсуждать с другими студентами. Можете вживую, в перерыве со преподавателем поговорить. После занятий помучить преподавателя. В общем, мощные занятия я лично даже я, как преподаватель, больше люблю. Вот. Но если вы, конечно, живете далеко или у вас нет возможности очно посещать вебинар, тоже нормально. С вебинаристами я тоже общаюсь. Не забываю про них. Так. Что у нас еще есть? Про формат мы поговорили. Портфолио. Да, самое важное, в конце нашего курса у вас будет Портфолио. То есть, будет проект сайта 100%, проект интернет-магазина будет готовый и какой-то бонусный проект от преподавателя. У каждого преподавателя он свой. Лично у меня на одном из курсов мы делаем сайт, похожий на авиатор. Доск объявлений с недвижимостью, с ботинками, со всем этим, что там есть, мы делаем. И по итогу курса вы получите документы. У нас, мы настоящий учебный центр, со всеми нужными свидетельствами, поэтому в конце у вас будет диплом. А профессиональные переподготовки, с ним можно официально на работу, даже в госучреждении работать, если вы вдруг этого захотите. Так. Ну, у меня из основного все. Может быть, есть какие-то вопросы. Посмотрим. Если есть вопросы, задавайте. Спрашивает Быков Евгений Анатольевич. Кому легче получить работу, знающую PHP или Python? Ну, как сказать, если брать в Москве, если Москву брать, то, я думаю, плюс-минус одинаково. Да. Если брать Россию в целом, то PHP, конечно, более актуально, потому что Python только в больших городах существует. Да, как бы на Python только очень модные сейчас проекты делают современные, и поэтому они в больших городах. В общем, если вы действительно в Москве, то, наверное, вам разницы нет. И PHP, и Python найти работу можно. Если все-таки не в Москве, то лучше ориентироваться на PHP. Вот. Ну, и вообще по трендам, по трендам, Python уже немножко веб-разработки нет. Ну, теряет актуальность. Не сильно, но начинает свои позиции в Терек. У него есть пару проблем. Вот. И они потихонечку с рынка уходят. Но это только начинается, это еще тренд будет ему 5-6 лет развиваться и разворачиваться. У нас все не так быстро, конечно, происходит. Так. Если есть еще вопросы, то давайте. У нас там есть какие-то стандартные вопросы. Давайте на них отвечу. Итак. Часто задаем вопросы. Какие бывают? Можно ли присоединиться к группе после старца курса? Можно. Более того, у нас же все занятия записываются. То есть, если вы пришли на занятия, то даже если вы не пришли на занятия, у вас будет в личном кабинете запись. То есть, она с вами будет всегда. Вы можете к ней возвращаться. Можете ее пересмотреть в любой момент. Это очень удобно. Соответственно, и на второй вопрос также отвечает. Можно. Все. Можно. Записи будут. И да. И всегда можно прийти в учебный класс и позаниматься точно. Вот. Но запись это прям главное. Это прям круто. Они живые. Они с каждого занятия индивидуальны. То есть, это не просто записи, которые мы когда-то записали и так далее. Это нет. Это именно те записи с ваших занятий, с вашей группы, с вопросами слушателей, со всеми ответами. Все, что там происходит, все записывается. Все остается в личном кабинете. Это действительно здорово. Так. Сколько хранится запись? Спрашивает Владимир. Ну, тут, наверное, я Ольге передам вопрос. Я вот как преподаватель не знаю, сколько она хранится. Насколько я знаю, что не менее полугода. Ну, полгода точно, насколько я помню. Да. Ну, коллеги, я предлагаю, пока вы формулируете вопросики, я, наверное, пару слов расскажу про стоимость дипломной программы и про наши подарки, которые мы вам приготовили. В общем, дипломная программа у нас стоимостью начинается от 95 тысяч рублей. И немного выше она на курсы, которые проходят в онлайн формате и в вечерние выходные дни. Соответственно, ну, в очном и в онлайн формате. Это стоимость программы в режиме очного, очень заочного обучения. Что это такое? Это когда вы смотрите запись и тренируетесь, делая, как бы, запись из предыдущих групп, допустим, вебинарного обучения. Александр там рассказывает самую последнюю, так скажем, версию данной программы. И одновременно он с вами находится в классе, живьем. И при необходимости, при вашем желании он подходит, что-то поясняет, отвечает на вопросы. Иногда включается и рассказывает какие-то теоретические блоки, дает задания. Александр, как вы сами оцениваете вот такой формат обучения, как очно-заочный? Нравится ли он слушателям? Допустим, насколько он удобен? А тут от типа человека зависит. Кому-то так удобнее заниматься, а кому-то нет. Но вообще разработка все-таки требует каких-то лишних усилий, поэтому он достаточно вписывается в наш скоп. Но там смысл какой? Вы смотрите действительно видео, вам что-то стало непонятно, вы спросили преподавателя. Или пересмотрели еще раз какой-то отрывок и занимаетесь в своем режиме. То есть для людей, которые хотели бы заниматься в своем режиме, это очень здорово подходит. Для тем, кому нужно общение, кто привык все-таки слушать вживую все объяснения, любит задавать много вопросов, для них это, конечно, лучше очно. Ну, вопросы в очно-заочном формате тоже можно задавать. И теперь самое приятное для тех, кто решится на данную дипломную программу, которую сегодня рассказывал Александр. Мы даем сертификат на сумму 10 тысяч рублей. Это скидка на покупку дипломной программы. И при оплате до 30 апреля, полной оплате, вы можете получить данную скидку по промокоду PROCWEB2021. Я сейчас тоже эту информацию в чате размещу. Если вы уже учились по каким-то одному из курсов этой программы, вы также можете данную дипломную программу добрать, чтобы получить на выходе диплом о высшем образовании. Вроде как в IT-сфере не критично именно диплом какого-то направления, но в то же самое время профильное образование будет вашим преимуществом всегда. И если у вас есть базовое образование, любое высшее, то прохождение данной дипломной программы дает вам возможность получить диплом о переподготовке по специальности, который вам дает право работать по данной профессии. И является документом аналогичным второму высшему образованию. Также, что можно сказать, если, допустим, вас интересует узкое направление именно по PHP, то Александр также ведет эти курсы. У нас есть дипломная программа, называется Магистр PHP, в которую входят курсы только по PHP и очень много практики. И на данный курс можно записаться. К сожалению, это уже не диплом о высшем образовании, но мы на выходе также даем сертификаты. Все лицензии и все необходимые согласования у нас в нашем центре имеются. Обожаемые слушатели, задавайте вопросы, с удовольствием Александр на них ответит, может быть, по дипломной программе, по самой профессии, по требованиям по выходу на рынок. Потому что я вижу, что вы в чате пишете, что какая-то, вот три человека, да, уже как-то что-то начали сами делать, уже есть какая-то подготовка. Что вам дальше не хватает, чтобы продвигаться. Каких знаний, может быть, какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста, не стесняйтесь пишите. Для тех, кто, так скажем, хочет проконсультироваться по вообще нашим курсам и разнообразным, и дипломной программе, и так далее, у нас есть прекрасные менеджеры, которые проведут такую консультацию. Потому что не всегда сразу можно сориентироваться самому на нашем сайте, выбрать наиболее подходящий вам по стоимости вариант. У нас их очень много, и бонус в том, что если вы покупаете несколько курсов сразу, то на них действует скидка. Менеджеры могут помочь вам определиться и составить для вас такой план прохождения курсов и по вашей загрузке, по вашим навыкам, по вашим стартовым навыкам и также по вашему графику. Так, пока вопросов не вижу. Александр, может быть, что-то еще интересное напоследок? Я бы хотел сказать, что возраст вообще значения не имеет. Единственное, конечно, после 50, чуть сложнее говорить, что я пришел к вам стажером устраивать. Но в целом, да, от 20 до 45, да, проблемы нет. Я достаточно поздно стал изучать свою разработку и не столкнулся с никакими преградами. Да, можно сказать, что эти сферы такая свободная от дискриминации, и в ней ценят именно по навыкам. Ну и в том числе, конечно, и по софт-скиллам, по вашим личным качествам. Сейчас даже софт-скиллы очень многие компании считают более важными. Да, недавно у меня был как раз кейс такой рабочий, когда вот одна из наших слушательниц проходила собеседование. Было собеседование совместное с сразу два кандидата и там команда оценки. И несмотря на то, что ее конкурентка превосходила ее по опыту и знаниям, выбрали ее, потому что по софт-скиллам она просела. Не продемонстрировала нужный пул, как раз-таки нетоксичности. Надо быть приятным, это так. В наше время уже точно. Да, но подробнее про это мы, наверное, с вами поговорим на дне карьеры еще. И также планируется у нас семинар 1 июля по прохождению техсобеседования с Александром. Также хочу сказать про приятный бонус, который сейчас демонстрирую на экране. После прохождения дипломной программы у вас есть возможность в течение полугода проходить любые онлайн-курсы в нашем учебном центре. Ну, не любые, конечно, с ограничениями, а какие-то особые курсы по ЦИСКО, по-моему, там на них не распространяется. Но есть большой список курсов, на которые вы получаете скидку 50%. Это очень приятный такой бонус. Вот такая вот у нас сегодня молчаливая аудитория собралась. Есть вот вопрос. Есть ли возможность заработать на фрилансе без устройства на работу? Ух ты, конечно, на фрилансе заработать можно. Более того, на фрилансе достаточно нормальные деньги платят. Я раньше, когда у меня было какое-то время, чуть побольше, я немного фрилансил. И в среднем 2-3 моих дня на фрилансе, ну, тысяч 30 я мог заработать. Но, конечно, для этого надо иметь какую-то базу клиентов. То есть в фрилансе самое сложное начинать. То есть первые 2-3 месяца достаточно сложно. Но если вы задумываетесь о фрилансе сразу еще, ну, прямо сейчас, то заведите себе аккаунт прямо сразу. Потому что, ну, аккаунты с большим сроком регистрации, какой-то активностью, они лучше выпадают и так далее. Начните, хочется, как-то переписываться с клиентами. Ну, хоть что-то. Это как бы вам будет бонусом. Даже если вы ничего сейчас не знаете, но собираетесь работать на фрилансе, заведите себе аккаунт. Он вам пригодится. Это как с инвестиционным брокерским счетом. Вы его открываете и не платите налоги. И с момента открытия это все считается. Даже если вы ничего туда не вложили. Так что откройте себе фриланс аккаунт, и пусть он развивается потихонечку. Потому что, ну, в фрилансе самые сложные клиенты получат. Евгений спрашивает. Если есть только не профиль на высшее образование, насколько охотно берут работодатели без диплома о высшем IT-образовании? Я просто от себя пока вот до Александра отвечу, что, во-первых, если вы же где-то учитесь своим навыкам, допустим, если вы учитесь в учебном центре специалистов, вам в любом случае по окончанию каждого курса выдается сертификат. И если даже вы не заканчиваете полностью дипломную программу. И могу сказать, что на рынке IT профильное образование, оно считается преимуществом. Но все-таки ценят по вашим навыкам. Александр? В России профильное IT-образование 95% ни о чем. Если брать IT. Именно вот эти пять лет в институте, они никак учат. Это раз. А второе, ну почти везде, я знаю только два места, где нормально учат. А второе, смотрят все-таки на то, умеете ли вы что-то делать или не умеете. Это самое важное. Мы про... Так, Александр, у вас почему-то немножко зависли. Зависли. В общем, профильное образование не нужно для того, чтобы устроиться на работу. Не обязательно оно. Если вы что-то умеете делать, вас возьмут. Главное подтвердить свои навыки. И для этого и есть техническое собеседование, портфолио и... Да, смотрят на портфолио, смотрят на ваше тестовое задание, смотрят на то, как вы себя ведете, смотрят на совки. Все остальное бонус. Если у вас там есть профильное, окей, это бонус. Если у вас есть какой-то наш диплом, там типа специалиста, это бонус. Но самое важное скиллы и портфолио. Ну что, друзья, у нас еще пять минут. Можем поговорить о чем-то. Можете включать микрофончик, голосом задавать вопросы. Не стесняйтесь, для этого мы сегодня здесь собрались. Голосом самый интересный вопрос. Всех слушателей всегда на вебинаре выставляют голос. Веселей на мне. Александр, какой у вас процент, вот вы уже сейчас преподаете, да, какой процент у вас все-таки выходит на рынок труда? Если бы они писали мне об этом, но иногда пишут, говорят, спасибо, мы вышли, это приятно. Я точно не могу знать. Я знаю, у меня один какой-то очень такой слушатель активный был. Он сходил ко мне на первый курс PHP, правда он был не из Москвы, и устроился на работу на следующий день. Вот он мне рассказывал об этом. Но это скорее исключение из правил, но у него это получилось. Могу сказать, что, допустим, ко мне в службу трудоустройства нет таких слушателей по PHP направлению, кто бы обращался, потому что оно их просто расхватывает, как пирожки горячие. Много работы, рутина и простой. Опять, из-за WordPress и из-за Дидрикс много работы, поэтому берут, да, берутся даже не очень подготовленные. И руки, да, это правда. Но просто хотите ли вы руками быть? То есть как бы с рук очень сложно дальше двигаться. Надо все равно знания иметь, навыки. Я вопросов больше не вижу, я предлагаю тогда нам завершаться. Уважаемые слушатели, спасибо огромное, что посетили сегодня наш вебинар и пришли, и смотрели его онлайн. Ждем вас на наших курсах в учебном центре «Специалист». Александр, также вас благодарю за то, что интересно рассказали про данное направление. Встретимся с вами на Дне открытых дверей 29 числа. Все, поговорим про техническое собеседование. Все, всего доброго, всем пока. Всем до свидания.